Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь сегодня празднует День Собора Архистратига Божия Михаила. И в сегодняшний день читается отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Глава 2, стихи со 2 по 10. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев отоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами, и раздаянием Духа Святого по воле Его. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его предангелами, славу и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему, ныне же еще не видим, чтобы было ему все покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен предангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня читаем отрывок из послания святого апостола Павла к евреям, стихи 2 со 2 по 10, глава 2. Итак, апостол Павел пишет, «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев от оликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засверительствовании от Бога знамениями и чудесами различными силами и раздаянием Духа Святаго по Его воле». Это все одно предложение. Довольно-таки сложный текст, но стихов здесь со 2 по 4, да, то есть получается, что три стиха – 2, 3 и 4 стихи. Итак, что мы здесь видим? Здесь сначала апостол Павел говорит о неких ангелах, через которых возвещенное слово было твердо. Что это за слово? Здесь как раз-таки мы имеем уникальный взгляд на Ветхий Завет, и здесь в первой главе данного послания к евреям говорится о том, что через ангелов Моисею дано было слово, и это слово было твердо. Итак, мы знаем, что были некие посредники между Богом и человеком, хотя мы знаем, что завет, не Авраам, а Моисей заключал лицом к лицу, все-таки ангелы участвовали по, если мы увидим по тексту послания к евреям, в этом процессе. И даже если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и послушание получало праведное воздаяние, то есть в Ветхом Завете, воздаяние за преступление против закона, тогда преступники, да, те, кто приступал к закону, получали праведное воздаяние. И если через ангелов возвещенное слово получало такое воздаяние и было в таком внимательном рассмотрении, то, как мы избежим вознерадев от оликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшим от него. То есть, если слово, проповеданное через ангелов, было очень твердо и непоругаемо, то есть за преступление, скажем так, люди несли праведный гнев Божий на себе, то, как мы избежим гнева Божия, вознерадев от оликом спасения, которое преподано нам не ангелами, а самим Господом, и утвердилось в нас, в церкви, слышавшим от него, то есть, прежде всего, родоначальниками, первыми членами церкви, это апостолами, при засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами, различными силами, раздаянием Духа Святого по Его воле. Итак, Дух Святой раздается по воле Божией через уверовавших в Его Слово апостолов. Проповеданное это слово самим Господом. То есть, начало учения берется не в измышлениях человеческих, а от самого Господа нашего Иисуса Христа. Соответственно, помимо этого, слово проповеданное Господом, воспринято через веру апостолами, в день Пятидесятницы открыта вся полнота этого Слова Божия, этого знания о Боге через Духа Святого, в день Пятидесятницы, они стали разуметь, они знали Писание, теперь стали его правильно разуметь. Итак, но критерием еще является знамение и чудеса. Вера апостолов проявляла себя именно таким образом, знамениями и чудесами, исцелениями и различной помощью. Мы знаем, что апостол Павла укусила змея ядовитой, и ничего ему от этого не стало из книги Деяния Святых Апостолов. Мы знаем об исцелении хромых, хромых от рождения. То есть, те люди, которые в принципе могли надеяться только на чудо, и оно с ними произошло. То есть, вот эти знамения и чудеса, с которыми мы встречаемся в Новом Завете, знамения и чудеса именно от апостолов, они подтверждают истинность принятыми ими Слово Божие, Евангелие, которое проповедано Господом. Итак, «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Здесь важный элемент, что учение ангельское, учение об ангелов, оно всегда будоражит умы человеческие, всегда человеку хочется прикоснуться с чем-то мистическим, по крайней мере, об этом размышлять, об этом думать. И так же было, вероятно, и в еврейской общине, в той общине, которая пишет автор данного послания, свое послание. И здесь главнейший акцент, в принципе, в сегодняшнем тексте и, в принципе, во всем послании на Господе Иисусе Христе, что на самом деле, какими бы мистически интересными ангелы не были, мы должны сфокусировать свою веру и основные догматические положения прежде всего на Господе Иисусе Христе, ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Что же говорим о будущей вселенной? Напротив, никто нигде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Это Псалом 143. Здесь говорится о том, что человек на самом деле значит много. И о том, что значит человек, задумывался еще человек в Ветхом Завете. Вот в Новом Завете через личность Иисуса Христа мы отвечаем, точнее получаем ответ на этот вопрос. Немного ты унизил его предангелами, славу и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. То есть мы видим, что есть такое ожидание, мессианское ожидание, что весь мир обретет то истинное положение, которое он должен был обрести до грехопадения. Через послушание воли Небесного Отца произошло грехопадение, вся иерархия мировая разрушилась, но это возвращение к новому небу и новой земле, что читаем в апокалипсисе, должно произойти. Соответственно, мы этого не видим, но мы этого ожидаем. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, все-таки мы видим начатки этого нашего спасения. Начатки этого принципа. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Действительно, он стал подобным человеком. Он ограничил свою свободу, свою божественную свободу ради людей и даже стал меньше ангелов. Но по своему желанию, по своей воле и о чем и говорит нам Господь Иисус Христос в самом начале своей проповеди. Да? Последуйте за мной, поступайте, как я, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот эта кротость и смирение сердца как раз таки есть в этом уничижении даже перед ангелами. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя, спасения, совершил через страдания. Здесь говорится о необходимости страдания Мессии, о том, что он был унижен перед ангелами, но не ангелами, не ангелам Бог передал всю вселенную, а именно этому униженному перед ними. Соответственно, вспомните слова Спасителя, кто первый среди вас хочет быть, да будет вам слуга. Первые станут последними, и последние станут первыми. Да, вот эта вот антиномия смирения христианская, она всем нам должна быть не чужда. Поэтому мы должны подражать Господу в смирении, в покаянии, то, как он учит нас жить во Христе, жить в Боге, жить в Духе. Мы должны через покаяние обновлять свое истлевшее грехом естество, смирению учиться у Господа нашего Иисуса Христа и со смирением нести крест в своей жизни, со страхом Божиим совершая дело нашего спасения. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры. Помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok